о творчестве вы можете чувствовать себя совершенно свободно если вы не хотите говорить о творчестве можете рассказать о чем-либо другом если так попробовать объяснить в людях всегда до актуален вопрос революции что свержение этого вечного гнета горстка паразитов паразитируют на нашем труде я анализирую всю нашу псевдоисторию да которые мы знаем что пишут победители войн шел к выводу что принципе ни одна революция толком ничего хорошего не привела очень паразиты меняются суть не меняется соответственно из этого можно сделать вывод что люди так или иначе всегда получают ту власть которая является как бы зеркальным отображением концентрированным в нашей общей сути нашего коллективного сознания сейчас происходит в россии например любой там человек который хаит уже власть да ему кресло повыше и он также начнет хапать грабить свою страну и плевать на другие вот поэтому мое творчество направлено помимо там каких-то конкретных освещений социальных каких-то проблем в основном направлено на внутренний мир человека потому что за счет творчества можно объединить побольше но большее количество людей ну то есть масштаб людей проникнуть сознание вывести на какой-то диалог самим собой каждого человека поэтому я тоже направлено внутренний мир людей и эволюцию а не революцию потому что например выходить с ножами на танки понятно что не вариант если например в один день ровно там на месяц все таксисты водители троллейбусов автобусов и машинисты не выйдут на работу то правительству например придется задуматься какие каким образом их туда вернуть потому что встанет практически вся мировая экономика но у людей безумный страх перед такими действиями потому что как же так нужно там семью кормить как же так я там один кто-то все равно значит выйдет на работу то есть не хватает этого какого-то объединительного фактора ядра да то есть каждый человек вот сегодня такая мысль возникла что мы как будто нуждаемся в каком-то еще про отце как бы высшим отце то есть нас вывестовывают как бы родители в той системе в которой мы вынуждены родиться вот и в свою очередь их родители тоже заставили да вот и в системе то есть под шаблон тоже деформироваться да то есть человек над настрой на самопознавание а нас со школы формируют единую гребенку чтобы каждый в итоге занимал был определенным винтиком в этой общей системе которые в общем то направлено на то чтобы мы просто за минимальную оплату делали максимальную вещей для паразитирующих на нас правительственных инстанциях я не знаю очень обо многом хочется поговорить поэтому я на сумбуле мне так для начала а как решить эту проблему о которой вы сейчас говорите объединить всех в творчестве или как вот как вы видите в чем вы видите решение вот решаю как могу если каждый на своем месте будет об этом задумываться и стараться максимально действовать исходя из своего внутреннего голоса не бояться там начальников каких-то уметь как-то объединяться в общей беде там например у вас офис там у нас работает 20 человек вот и вы абсолютно видите очень несправедливости но каждый молчит и там у себя дома на кухне выражает эмоции там а на работу приходит и все равно посидит и все терпит терпит если как бы чуть посмелее пытаться заявлять и говорить о своих мыслях каждый на своем месте мне кажется очень в общем-то народ не понимает свои силы просто об этом в общем-то и отец пытался кричаться но отец до сих пор еще не помню практически еще не один творец а в чем самая главная несправедливость на ваш взгляд несправедливость нет никакой несправедливости мы на самом деле рождаемся на планете упрощаемся потому что но это определенного рода как тюрьма видимо каждый из нас в наших личных воплощениях и странствиях по вселенной накосячил что-то высших мирах и вынужден был родиться здесь чтобы отработать несколько вернуть первоначальный первый образ да мы созданы по образу и подобию а здесь дана даны какие противовесы то есть с одной стороны мы животные которые повержены всем инстинктам а с другой стороны у нас есть сознание которое вообще не скованы никакими рамками и не ограничены никакими данными то есть она безгранична то есть в разуме с вами мы можем все а в реальности здесь в теле животного как бы вот нам больше побеждают эти инстинкты это рассчитано в общем-то все классные структуры которые своего рода являются как бы кураторами для нас то есть все правительства стран там все эти там жиром основных и так далее и тому подобное вся коррумпированная финансовая система это несправедливости нет справедливо просто как долго мы хотим терпеть еще а теперь терпеть что если у нас справедливости нет терпеть что-то редко встречу с человеком, который полностью доволен своей жизнью а ведь если задуматься, то изначально жизнь дана для того, чтобы каждый реализовал максимально свой потенциал самовыразился максимально, то есть абсолютно каждый человек гений просто какие-то самые сильные они могут противостоять этой общей системе человек вот например овал, а из него все равно делают квадрат и так далее кто-то спираль, а его все равно закручивают в круг человек как бы ломается под эту систему и всю жизнь живет недовлетворенно и вроде как и работа есть и может быть даже и с деньгами все в порядке но все равно вот этот сфербит, этот внутренний голос то, что человек когда-то предал, отказавшись, может быть, от знания своего предназначения истинного что он пришел сюда покачать Игорь, возвращаясь к вашему творчеству в 2005 году вы выпустили свой дебютный сольный альбом под названием «Надо жизнь» в 2006 году вышел еще один альбом, в котором были в основном исполнители Я тогда не разбирался после этой творческой мафии, которая у нас называется шоу-бизнес А у вас какие планы на будущее? Планируете ли вы записать новый альбом? Расскажите о своем творчестве подробнее Ну, в шоу-бизнесе, чтобы кто-либо занимался реально твоим подвижением через средства массовой деградации и так далее ты должен как бы принадлежать определенному клану ты должен обязательно кому-то куш приносить Я выбрал такой путь, чтобы максимально оставаться свободным в своем творчестве и жизненной позиции, и проявлениях, и самой форме жизни свободным максимально не умножить Поэтому я не примкнул ни к одному из лагерей, которые без меня сделали то, что они хотели бы с точки зрения коммерции Ну, в основном 95% это все были предложения одеть белую рубашку, и в России выходить как отец все, чтобы вот именно вот так Я более дальновидно видел, то есть я понимал, что это просто пройдет такая волна один год, два, я объеду страну, заработаю денег, а потом мне нужно будет, как все практически там они делают с этими деньгами куда-то вложить, открыть какие-нибудь палатки потому что я никому не нужен, люди они раз увидят и все поэтому я выбрал путь более другой путь размышлений, собственных там каких-то умозаключений и выражения этого творчества как напутан, как считаю нужным сам вот, и ну, масштаб людей, которые слышат меня и понимают конечно, не так мне удовлетворяет, как хотелось бы но я знаю, что на верном пути Игорь, я предлагаю нашим журналистам задать вопросы их, наверное, много интересует уважаемые журналисты давайте задавать вопросы абсолютно любые Игорь на них сегодня отвечает да, вот у нас